Продолжение следует... Вы знаете, рад вас приветствовать, наверное, так скажу вам будет, и мне в том числе, на территории Ленинградского училища дважды краснознаменного ордена Ленина, училища железнодорожных войск и военных сообщений имени Михаила Васильевича Фривов. Значит, буквально, я понимаю, да я вот уже заканчивал, вижу здесь сидят ветераны и преподаватели, которых я еще учился. Я буквально разговаривал час назад с командующим нашим генерал-тенантом Косинковым Олегом Ивановичем, с руководителем департамента полковника Мирожевичем Александром Вячеславовичем, с начальником академии сейчас генерал-тенант Топоров Андреем Викторовичем. Он передавал вам наилучшие пожелания, здоровья, счастья, успехов вам в той жизни, в которой вы сейчас все находитесь, и лучшие слова благодарности вот от этих трех руководителей. Ну, знаете, я пока к вам шел, есть у меня уже написано слово приветственное, да, я бы немножко по-другому это сделал. Если вы не против, значит, что бы я сделал? Естественно, вам интересно, в каком же состоянии мы сейчас находимся, я рассказал об институте, да? Я могу рассказать вам историю этой бригады Кеннезберг, она написана у меня, я ее прочитал, поизучал немножко совместно с Андреем Викторовичем. Очень такая бригада рабочая, действующая, очень много с нее вышло видных деятелей, генерал-тенантов, те люди, которые сейчас руководят и госструктурами. Мы ваш опыт знаем, помним, стараемся преображать его и делать так, чтобы тот опыт, который вы проявили на этой бригаде, он никуда не исчезал. Мы прекрасно понимаем, что есть такое выражение, у кого, кто не знает прошлого, у кого нет будущего. Мы знаем ваше прошлое, мы чтим, и если вы видели, и есть определенный материал в нашем музее, кто заходил в этот музей, да? Если вы не против, я вот так построю свое проявительное слово. Не против? Я думаю, всем, наверное, интересно, да, в каком состоянии же мы сейчас находимся, да? На сегодняшний день военный институт Железнодороговского военно-сообщения является структурным подразделением военной академии материально-технического обеспечения имени генерал-армии Андрея Васильевича Хрулева. Это все везде на сайте. На сегодняшний день по Северо-Западу у нас военно-инженерно-технический институт нашей коллеги, мы, и есть еще институт исследовательских исследований, который тоже структурным подразделением находится в военной академии МТУ. Помимо этого есть три филиала военной академии МТУ. Это пензер архивистский, вы знаете, да? Вольский, где готовят поваров, рафистов, начальников служб. И есть у нас еще в Омске бронетанковый институт. На сегодняшний день центр их в Челябинске. Я все секреты военные не могу раскрывать, да? Но я хочу сказать, что переменного состава на сегодняшний день в военной академии более 22 тысяч. Переменного состава. Теперь мы с вами опустимся на этот седьмой военный городок. Чуть-чуть истории. Помним, у нас была МОНИК-96. На сегодняшний день она передана в департамент жилищно обеспеченной территориальной управлении. На сегодняшний день там происходит ремонтная работа. И, скорее всего, там будет следственный комитет. И создан там будет на этой базе, скорее всего, кадетский военный корпус. Следственный комитет. Помните, мы с вами вместе и преподавали там, и проходили определенные практические занятия. У нас был ЛУГА, да? Разъезд на сегодняшний день. И Нарвана Мельченко. Царство небесное, вечный покой. На сегодняшний день этот разъезд, или это база обеспечения учебного процесса принадлежит Академии. Естественно, все учебно-тренажерные комплексы, а у нас их там девять, мы тоже на них проходим практику, теорию и учение. Теперь про город Петербург. Раньше здесь был железнодорожный кадетский корпус. Помните, да? Кто слышал? На сегодняшний день произошло слияние трех кадетских корпусов. Это Можайка, как говорят космонавты. Это Крак, артиллерийский кадетский корпус. И наш железнодорожный. И сейчас он называется Санкт-Петербургский кадетский военный корпус. Руководит им полковник запаса Царев Иван Николаевич. Самым раньше руководил корпусом Можайки космонавтов. Численность кадетов более 500. Переменного состава более 400. И сейчас нет таких разделений, как мы раньше делали, да? Железнодорожникам, но мы стараемся на сегодняшний день поддерживать тесные связи. И практически 12% выпускников, а мы говорим, что сегодня кадетский корпус, это наши дети, которые закончили четвертый класс, и они идут в пятый уже кадетский корпус. На сегодняшний день это все по России. И те курсанты, которые учатся на нашей территории, они поступают к нам и идут на высшее образование и среднепрофессиональное образование. Значит, на сегодняшний день переменного состава в институте более полутора тысяч. Постоянного состава 200, более 250, будет так говорить. На сегодняшний день военный институт составляет три факультета. Первый факультет железнодорожной, второй факультет военно-сообщения и третий факультет подготовки и повышения квалификации. Более 100 человек. Всего в институте 12 кафедр и одна отдельная дисциплина. Естественно, произошло слияние всех кафедр, мы их уплотнили. Здесь раньше была кафедра эксплуатации, она стала отдельной дисциплиной. Раньше кафедра геодезии, она вошла во второй кафедр строительства и восстановления железных дорог. И вот мы создали сейчас 12 кафедр и одну отдельную дисциплину. Если брать по численности, самое большое это первый факультет. Факультет железнодорожных войск. Более 450 человек переменных составов. Вы проходили по территории и видели, что делается реконструкция зданий геоповских. И буквально в феврале месяце 2016 года мы отметили 300-летие Лейборда Горгутского полка. Сейчас эти два здания на ремонте, в реконструкции мы находимся. И мы хотим из штаба ЦОГО, который раньше был 9-й, сделать современную, большую, хорошую библиотеку. А там, где была столовая, вы помните, были кластеры, были классы. Там есть комната офицерского состава. Мы так все и оставим, столовую оставим на первом этаже. И будет называться транспортный кластер. Сейчас новая такая эфиная. Кто понимает, о чем я говорю. Срок сдачи пока на сегодняшний день. Мы говорим о 1 сентября 2017 года. Я думаю, они не успеют. Это будет 1 декабря 2017 года. Мы вышли с предложением на администрацию города Санкт-Петербурга, на главу города Санкт-Петербурга Полтавченко, с предложением восстановить храм Христа Феридарии, который находится за вторым капиталом. На сегодняшний день мы прошли все согласования. Геоп там нам кое-что не согласовывает. Почему? Потому что, кто занимается строительством, мы не имеем права более 25 метров строить в черте города здания таких храмов. У нас он получился 27. То есть 2 метра нам как не согласовывает. Я думаю, что мы этот рубеж тоже пройдем. И, наверное, с сентября и октября месяца мы постараемся этот храм восстановить. Мы понимаем, что деньги из бюджета, из государственного храма не выделяются. Выделяются только деньги спонсоров. На сегодняшний день вы можете посмотреть, вот здесь построили мы бассейн. Окошечко открыть. Пропускная способность бассейна 40 человек в час. Новый совершенно бассейн. Заместитель министра обороны 2014 года, 1 сентября, был здесь. Открывал бассейн, открывал два здания, двух факультетов. И был на уже, мы шли в реконструкцию, геопольских зданий. Значит, общежитие ЦОК, как вы помните, я так по-старому называю, чтобы понятно было, да? Из этого общежития мы на сегодняшний день хотим сделать казарму общежития для проживания курсантов. На территории же этого 7-го военного городка учатся курсанты высшего образования и среднепрофессионального образования, в том числе и курсанты военной академии МТО. Создан третий факультет, мы его называем, автомобильный, команда, транспортный факультет. И курсанты среднепрофессионального образования, тоже военной академии МТО. Наши и академия. Общая численность академических курсантов более 750. И это все в процессе, как я сказал, более полутора тысяч. На сегодняшний день очень много мероприятий проводится на этой базе. Проводится очень много мероприятий на территории инженерно-технического института. И все мероприятия, которые идут под флагом академии, мы принимаем в них участие. Для проживания, вы видели, проходили, у нас 6 домов, статус служебного найма. 5 домов 65-квартирных, а 6 дом 95-квартирных. Я могу доложить, уважаемые коллеги и друзья, что на сегодняшний день нет ни одного офицера, который не имеет жилья. Мы говорим не о общежитии, а о жилье своего. То ли это статус служебного найма, то ли это статус социального найма. То есть, собственность передана. Мы говорим не только офицера, мы говорим и прапорщика, и контракт. Мы помним, когда были тяжелые времена, не было полностью тыла на сегодняшний день. Я как начальник института, есть у меня заместитель по учебной и научной работе со своим учебно-методическим отделом, с начальником учебно-методического отдела. Есть чистый зал, полковник Паридух. И я хотел бы передать тоже слова благодарности. Он сейчас находится в Москве. Мы уже на протяжении четырех лет участвуем в параде на Красной площади. Наши курсанты участвуют. Но под флагом военной академии МТО. Есть зам по МТО у нас. Есть все службы, начальники служб. И заместитель министра обороны, наш начальник поставил такую задачу, чтобы службы, которые выпускались тыловые, были девушками. У меня сейчас два начальника службы. Один начальник подоустной службы, старший Аболенский. А вторая, старший Антон Торн, начальник вещевой службы. Все отделы службы сохранены. Ну, также есть секретчик, строевой отдел. Начальник не отдела кадров, а отделения кадров. Наверное, вот так вот. Вот в такой же статусе мы находимся. Главный заказчик у нас это командующий наш, генерал-лейтенант Косингов Олег Команович. И, естественно, руководитель департамента транспортного обеспечения. Это по линии военных сообщений. Тот батальон, который размещается у нас более 380 человек, это мы говорим про батальон младших специалистов, тоже подчинен военной академии МТО. Вот пока так. Я думаю, это было бы вам интереснее послушать, в каком статусе на сегодняшний день находится военный служб. Я не буду больше отвлекать, если есть какие-то вопросы, я постараюсь на них ответить. Я понимаю, что с надвижением идет, и вам надо научно-практическую конференцию. И я прекрасно понимаю, что хочется побыстрее пообщаться за столом, я это тоже прекрасно понимаю. Мы все живые люди, общение это будет. Если есть какие-то вопросы, я готов ответить, что-то непонятно сейчас здесь, да? Мы также готовим для Железнодорожных войск. В этом году сколько? Вы знаете, спасибо, Александр Харас, за этот вопрос, да? На сегодняшний день, вы даже не постарайтесь, мы в том году выпустили два человека. Два человека. В целом. День. И то для странного военнослужащия, я извиняюсь. Два человека. В этом году мы выпускаем 18 военных сообщений, 17. 20 человек, лейтенантов Железнодорожных войск и 22 среднепрофессионального образования. Когда мы учились, не было такого среднепрофессионального образования. Они выпускаются прапорщиками, идут на службы, парки. Учатся три года. Если мы говорим о высшем образовании, пять лет, среднепрофессионального образования. Вообще в коллекционных требованиях два года и девять месяцев. Грубо три года они учатся и выпускаются со всеми высшим образованием. Иностранные военнослужащие у нас есть. Это 168% всего иностранных военнослужащих. 81% мы, но остальные военнослужащие. Буквально с 15-го года начали прорывать. Ангола, Конго, Мозамбик, Анголия, Украина, Белоруссия. Украина нет, я извиняюсь, Белоруссия, извиняюсь. И даже есть с берега Сланова гости там. Говорят, что из дороги будут, ну не знаю. И вот сегодня мы буквально проводили вас каждую субботу, как было заведено в нашем училище, по субботам песни, они свою песню поют. Интересно. Все это потихонечку возвращается на тот, на котором мы были. Понимая ваш вопрос, глаза вчитая, пока так. Вот так, наверное, я вам отвечу. Пока так. В прошлом году мы набрали по высшему образованию 130 и среднепрофессионального образования 10-146. В этом году, я думаю, будет больше. И вот этот год раз, а второй год у нас будет полноценный выпуск, более 150 человек. Сейчас они в четвертом курсе. И пойдем так и пойдем выпускать. 140, 150, 140, 150. Пока вы думаете, если есть вопросы, я вас всех, уважаемые коллеги, милые дамы, приглашаю вас 28 марта 2018-го, 100-летний нашим армаматам. Естественно, будут проводиться и конференции, и выступления, и концерты. Мы вас всех, уважаемые коллеги, приглашаем. Будем радоваться. Если кому-то не дойдет приглашение, да, я официально на сегодняшний день в этом зале, в зале ученого совета, приглашаю вас. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Льву, за представленную возможность там встретиться и провести конференцию. Это вам спасибо. Будем рады вас видеть в любое время. Спасибо. Дорогие друзья, слово для приветствия от имени командования железнодорожных войск и Центрального совета Союза ветеранов железнодорожных войск, предоставляющих генерал-лейтенанту Шабанову Александру Михайловичу. Уважаемые ветераны, однополчане, первый отдельный генерал-лейтенан Александра Альевсов и Экзбертовой железнодорожной бригады. Отчетное и громкое название, оно заслужено было всеми поколениями, за всю историю. В том, существенный вклад всеми, кто служил от солдата, за командира бригады. Бригада за 85-летнюю историю выполняла различные задачи, выполняла в боевых условиях, в годы гражданской войны. Выполняла задачи такие, что воины, многие воины, дорожники, стали героями Советского Союза, создавали социализм и труда, а Виктор Петрович Мирошенченко достоин звания Героя Советского Союза. Я хочу сказать, что в бригаде служили прославленные генералы, руководители. Это командиры бригады Алексея Семеновича Дугин, Вала Николаевича Жирашвили, комбат Амбран Берделевич, Кернарский рядовой, Габахан Асанова. Все, скажу, что генералов мы постоянно проведаем в Москве, в которой мы заходим в Жирашвили, постоянно мы ходим на могилу, низко кланяемся. И хочу сказать, что традиции наших прославленных командиров, они продолжали. Здесь находятся командиры бригад, которые достигли высоких званий, высокого положения в нашем обществе, не только в Басках, а в целом в обществе. Здесь присутствуют прославленные наши командиры бригады, генерал-лейтенант Гитара Александрович Упрей, который в свое время возглавлял наш Росавтодор. Здесь находится генерал-лейтенант Владимир Владимирович Рудок, который являлся представителем президента по Центральному федеральному округу, поработал по кадрам, занимался его кадрами по силовым структурам, Министерством обороны, а потом в последствии был главным федеральным инспектором президента по Смоленской области. Ну и будем говорить, здесь находится Анатолий Михайлович Кимчук. Скажу, сегодня он возглавляет Союз ветеранов, Украинской области, так я говорю. Командир бригады, который, говорится, помнит, ну и здесь находятся многие заместители командира бригад, которые вместе служили и решали важные вопросы. Бригада выполняла в мирное время задачи по строительству Байкала в Амурском регистрале. Я хотел бы снова сказать большой вам привет передавит Иван Иванович Романьков. Он настроен был ехать, но ему сегодня делают операцию. Ему сделали буквально два месяца операцию на сердце, на три месяца, на три часа останавливали, три с половиной часа останавливали сердце, сменяли клапан, запустили, живой, и передает вам самые лучшие пожелания. Говорит, большое спасибо, что есть такие люди, с которыми, говорится, он слушает. А он у нас, помните, что он был достоин, был ордена Ленина, молодым комбригам. Ну, правда, как говорится, сегодня жизнь, она такая, что мы себя не владеем. Но хотел бы сказать, что он, как человек большой натуры, занимается большим таким предпринимательством, полностью там в Крыме очень много строит, делает, вот, построил в Москве, ну, и так успешно решает задачи. Я бы хотел сказать, что бригада оставила свой след и память наших объектов. Это Ив-Далеву, Абакан-Тайше, Фемень-Сургут. И когда они приезжаешь, или встречаешься с городовиками, нефтяниками, то все вспоминают. Вот в этом году отмечались новые, говорят, большие даты, там, 50-60 лет, но городам севера все помнят, что такое безрожное войска, которое внесли особый вклад. Ну, в частности, и наша первая бригада выполняла задачи, потом правоприемлище, 48-я бригада. Главное богатство, я скажу в бригаде, это, конечно, люди. И спасибо вам, что вы сегодня нашли время, собрались вместе. Еще раз, нам сегодня погадали, рассказали о истории нашего, говорят, учебного заведения, огромное большинство из нас вышло, закончили, закончив разные факультеты нашего военного училища, нашего военного института. Мы еще раз увидели фамилии командиров, которые достигли больших высот от курсанта, дошли до генералов и внесли существенный вклад в развитие и становление наших войск. Я хотел бы сказать, что ветераны бригады сегодня собрались в Омске, сегодня собираются, не сегодня, 28-го, но заберутся в Алтайске. Это приятно, что тут бригады, историю своей бригады, историю дорожных войск, а это что? Это значит вклад в то, чтобы мы, во-первых, поддерживаем традиции войск, во-второе, мы воспитываем молодое поколение. Далее вот сегодня, побывав в музее, еще раз и еще раз, через этот музей проходит, и только мы вот пришли и вспомнили, что, значит, это наше учебное заведение, это славная история, это одновременно и войско учебного заведения. Но здесь же проходит, через этот музей проходит сотни молодых людей. Это начинают кадетов и наши курсантов. Поэтому, уважаемые друзья, начальник войск, когда я учел, просил еще раз и еще раз благодарить вас за добрые дела, которые были сделаны вами и сегодня делают своими наших войск. Слова такие. Поздравляем участников встречи, всех ветеранов, однополчан, первоотдельной орденоксады Мерского и Кенигсбергской дорожной бригады, с юбилеем. Желаем вам доброго счастья, здоровья, успехов в труде, на благо нашей Родины, благолучия ваших семей. Праздник вам, дорогие друзья, ваших вечер, юбилеем. Ну, а во-вторых, я хотел бы сказать, уважаемые друзья, у нас не так сегодня много бригад, 10 бригад осталось. Бригады небольшие, стали говорить, как я хотел бы говорить о том, о том, о том. Бригады, сегодня войска подвергаются большим проверкам, вот сейчас закончил проверку в институте, институт успешно прошел проверку, были, конечно, недостатки, но в целом, вот, говорится, в ревна комиссия и поставили хорошую оценку. А хотя, скажу, что у нас, вот, по войскам проверяли, будем говорить, боевую эмилизационную готовность, есть войск, если есть бригады, которые успешно решают задачи, но есть, к сожалению, где и соответственно, ворку выводов будет. То, что войска всегда, вот, я вам хочу сказать, я несколько раз был на Дальнем Востоке, на Дальнем Востоке, на Победение того, за аминетром обороны, здесь, на Западном округе, в Южном округе. Всегда, вот, даже как-то выразил благодарность за аминетром обороны, о том, что, о войсках говорят мало, ну, вот, что, вот, равняйтесь, учитесь, держите как надо, выполняй задачи. Во-первых, вы слышите много о том, что какие задачи сегодня выполняют наши международные войска. Практически на объектах начальников войска часто бывают. Там министр обороны. Но тем не менее, вопросы боевой эволюционной готовности, они, говорится, решаются достаточно высоко, а в этом есть недостатки. Поэтому тут как-то меня подозвал замминистра обороны, а мы с ним давние, где о дальних времен, говорится, дружим, дружим и шабанов. Вот немножко тут вот есть моменты. Давайте обратим внимание. Поэтому передаю, что войска в целом, а министр обороны, подводя опять-таки итоги проверки, сказал, да, вот есть недостатки, но войска хорошие и боеспособные, и могут выполнять задачи в любом случае. Когда бываю на учении, а на учении трагически уже неоднократно, каждый год летаем вместе за министром, вперед за нами, собирают нас самолеты и полетели. И скажу, что оценку всегда видишь и сам видишь. Насколько на фоне других частей материально-технического обеспечения наши войска, это как-то, знаете, грандиоток. Когда видишь эти огромные топлавные мосты через Егизель, когда видишь через Волк, когда видишь эти обходы, патруль, когда временно идут пробные переправы, и все это наяву. И видишь, какая-то махина, и как она все-таки нашими солдатами, специалистами эти задачи решается, это нашими офицерами. Я вам скажу, что в последнее время было ощущение, приглашались и немцы, и многие иностранные военные делегации. Просто были поражены, что есть вот такие у нас войска, что они так спокойно решают эти задачи. Особенно, когда принесение, понимаете, выводят, заводят центральные паромы центральные, и потом проходят на большой скорости, проходят поезда, загруженные танками. Конечно, удивляется, если принесение, это практически сколько? Ну, полтора километра мост. Конечно, вот гордость, вот видишь, я вспоминаю даже слова, одного заменит, три другого города. Даже вспоминаю десантника, говорит, уважаемые железнодорожники, вы настоящие оружие. Мы, когда только прыгаем с парашюта летим, мы гордые, а потом мы совсем другие, а вы все время гордые. Это вот эта оценка высокая, она дана и министра обороны, и доведитель министра обороны. То, что решает задачи, и будут решены задачи, что будет поправлено, и сомневаемся. Сегодня войска, они на высоте. И спасибо вам за это. Уважаемые друзья, мы находимся на питерской земле, в Санкт-Петербурге, тут рядом Ленинградская область. Огромное количество ветеранов железнодорожных войск, военных сообщений объединены в объединенный совет ветеранов железнодорожных войск, военных сообщений, спецподразделений НКПС, ну и так далее. Его возглавляет уважаемый ветеран, участник войны, Бобиков Вадим Сергеевич. Он хотел сказать нам слово, приветствие, я его вам, товарищи, представляю. Многие училища него, он был здесь командиром батальона, заместителем начальника училища, а сейчас вот возглавляет совет ветеранов города и области. Уважаемые товарищи, уважаемые друзья, разрешите вас прежде всего поприветствовать с днём 80-летия первой гвардейской кенигсбергской бригады имени Александра Невского. Пожелать, жива память о бригаде, живая бригада. Железнодорожные войска, как и первая бригада, внесли огромный вклад в годы Великой Отечественной войны, в том числе, где пришлось служить здесь, на Ленинградском фронте. Представляете, 8 сентября 1941 года немцы вышли к Сесельбургу. Город оказался в блокаде. Единственным путём, который мог обеспечить доставку в грузов и всего необходимого военного снаряжения, это было Ладожское озеро. Но организовать движение по Ладожскому озеру было дело довольно сложным. И не потому, что Ладожское озеро под стать морю, оно 200 км в длину и 140 км в ширину. И не потому, что оно славилось своими бурными нравами. Пётр Первый, как вы знаете, чтобы корабли не разбивали на Ладоге, построил два канала. Старо-Ладожский и Ново-Ладожский канал. А самое главное, то, что на берегах Ладожского озера не было дороги. Ни шоссейных, ни автомобильных, ни гужевых. Ну, гужевые, вы представляете, что значит, они имели какую-то пропускную способность. Да и железная дорога была единственная, которая была дачная дорога, дачные поезда. Одна-две пары поездов в сутки. Ну, и кроме того, она обеспечивала вывоз торфа, торфоразработа в городе Ленинград на электростанциях. И вот надо было, как говорится, построить, организовать движение через Ладожское озеро. Для этого были привлечены две бригады. Девятая и одиннадцатая железнодорожная бригада. Правда, девятая железнодорожная бригада с момента понанесла большие потери на Карельском перешейке. Когда финны поджимали их, они вступали в бой, несли как трудовые, так и боевые потери. Одиннадцатая железнодорожная бригада занималась заграждением железных дорог. Ну, когда потребовалось организовать перевозку, доставку грузов блокадной Ленинград через Ладожское озеро, эти две бригады были привлечены для этой цели. Так вот, я хочу сказать, что в короткий период времени железнодорожные войска обеспечили доставку всего необходимого в город Ленинград. Как в зимнее время, 1941-1942 года по Ладожскому озеру, так и в последние годы. С 1942 на 1943 год строили железную дорогу непосредственно по льду Ладожского озера, широкой колеи и узкой колеи. Она была бы закончена. По 18 января 1943 года блокада была прорвана. Необходимость отпала в этой дороге. И перебросили ее на строительство железной дороги по отвоеванной у немцев полосе южного берега Ладожского озера, болото, столичистой местности. Государственный комитет обороны поставил задачу построить железную дорогу за 20 суток. Работы было выполнить немалые. Нужно было построить 33 километра железнодорожного пути. Нужно было построить два моста через реку Черной Назой, большие. Там белки, порядка 200 трубы там и так далее. Мостовой переход через реку Неву 1300 метров. И вся эта работа была выполнена всего за 18 суток. А мостовой переход через реку Неву был выполнен за 12 суток. И 7 февраля 1943 года в город Ленинград прибыл первый поезд большой земли. Привез 800 тонн сливочного масла. Что почему там не вооружение, не другие грузы. А для того, чтобы поднять настроение у ленинградцев, у армии. О том, что пошло бродовольство, значит Ленинград жив и будет жить дальше. В дальнейшем по этой дороге было перевезено 4 миллиона 440 тысяч тонн грузов. Ну, 4,5 миллиона, округлим такой. Что позволило, как говорится, Ленинградский фронт, Краснознаменный Балтийский флот, получили все необходимое для того, чтобы, как говорится, в дальнейшем подготовиться и полностью разблокировать город Ленинград. 27 января 1944 года блокада была полностью ликвидирована. Враг был оброшен от города Ленинграда на 60-100 километров. Ну и ряд других фронтов. Полковский фронт тоже там действовал довольно успешно. Единственный раз за всю войну, когда городу фронту было представлено право салютовать в честь своей победы. И город Ленинград 27 января 1944 года из 324 орудий 24-ми артиллерийскими залпами салютовал в честь своей победы. Я хочу сказать, что город Ленинград, там были и Сталинградская, Московская битва, Ясо-Кишиневская там и другие битвы. Но Ленинград Ленинград сыграл очень огромную роль в целом в ходе Великой Отечественной войны. Представьте себе, был бы сдан Ленинград. Противник бы обошел Москву с севера и вряд ли Москва тогда бы удержалась и какой бы был исход Великой Отечественной войны. Поэтому я хочу сказать, что железнодорожные войска савиду со всеми родами войск, с авиацией, с артиллерией, там танковыми войсками внести огромнейший вклад в дело победы над фашистской Германией. Поэтому я считаю, что и в послевоенный период, я хочу сказать, не самому приходу, занимались восстановлением, затем строительством новых железных дорог. И до сейчас, вот сейчас, железнодорожные войска строят обход Украины, где, как говорится, принимают непосредственное участие в развитии железных дорог нашей страны. Поэтому я еще раз вас поздравляю, то, что вы были, служили в наших славных железнодорожных войсках, желаю вам крепкого здоровья, счастья, радости, бодрости и всех-всех-всех благ, как говорится. Но еще хочу сказать, что вот наша ветеранская организация, вот она была создана 21 сентября 1956 года, это создан комитет, ну и, естественно, она, как говорится, узаконена была. Она проводила большую работу. Вот, в частности, хочу сказать, что у меня тут есть, значит, основная задача ветеранов, это социальная и правовая защита ветеранов. И заниматься героико-патриотическим воспитанием в населении. Так вот, вот здесь сидит Шабанов Александр Михайлович, была организация очень сильная, вот, 8-я бригада, давали ветеранов там и картошку, и морковку, у меня вот есть отчеты, я уж не буду, кто поинтересуется, подойдет ко мне. Вот для того, что больным ветеранам доставляли мед. Поэтому заботились о ветеранах, ну, в связи с тем, что не стало 8-й бригадой, не стало цока здесь и не стало других подразделений, осталось одно училище, конечно. Поэтому, как говорится, наша ветеранская организация несколько, как говорится, ну, не то, что она распалась, она существует, но она уменьшилась в своих размерах. поэтому я вот вас прошу всех, где бы кто бы ни был, в других городах, в том числе и в Санкт-Петербурге, надо возродить эту организацию, возродить эти вот славные традиции ветеранских организаций. Я надеюсь, что мои слова вы воспринимете правильно. всего вам еще раз доброго, спасибо за то, что я у вас занял время, всего, всего самого доброго, счастья, радости, здоровья, и долгий-долгий следует... Спасибо вам, на работе, на расстройках, на вашу боевой настрой. Уважаемые друзья, мы говорим о временах войны, приятно, что с нами живут и работают ветераны, которые мне надо поклониться, участникам войны, можно теперь каждому участникам войны говорить, что это герой, герой, герой страны. И хотел бы все-таки сказать, друзья, мы собрались по поводу празднования нашего соединения, этому слову вам представляется, Дойка Ликапыш, дайте немного историческую справку о нашем подлавливом соединении. Есть, спасибо вам. Уважаемые друзья, вы все получили сборник материалов нашей военно-исторической конференции, вот которая здесь обозначена таким образом, ну и я в нескольких буквально словах там дана история особого корпуса военно-дорожных войск, приведены материалы, документы исторические, связанные с формированием нашей бригады, корпуса с их историческим боевым, трудовым путем. Я бы хотел несколько остановиться на некоторых моментах буквально из истории нашей бригады. Значит, первое, пожалуйста, слайд по постановлению Совета. Значит, постановлением Совета Труда и Обороны СССР о формировании особого корпуса железнодорожных войск от 13 января, вот он, видите, представленный документ, выдержка из него, он большой, было утверждено соответствующее положение и утвержден порядок дислокации и формирования особого корпуса, в том числе и нашей первой, как здесь сказано, дальневосточной железнодорожной бригады. Ее штаб должен был формироваться в Чите, находиться, она должна была состоять из шести полков, трех эксплуатационных, первого, второго, третьего эксплуатационного и четырех строительных, четвертого, пятого, шестого строительных полков, а также отдельных родов, родов, механизации, эксплуатации и связи. Но право Народному комиссариату обороны и Народному комиссариату путей сообщения было дано изменять дислокацию соединений и их формирование. Наша бригада начала формироваться в январе, завершилась приказом о том, что бригада сформирована и приступила к действию 29 марта 1932 года. Сформировалась она в Хабаровске, не в чете, как сказано было в документе, а в соответствии с решениями Нарком ОН Мора и Народного комиссариата путей сообщения в Хабаровске. Вот в составе этих полков. Но приступила к работе по строительству, восстановлению, реконструкции железной дороги, Транссима, значит, видите, полки, где Хабаровск, Свободный, Сковородину, в общем, до 4. Усиление железных дорог, 30-е годы народа там было мало, даже мы, когда строили БАМ, численность населения было 0,01 процент на тысячу, то есть один человек даже менее, чем один человек на тысячу квадратных километров. Вот. Значит, занималась реконструкцией. Но в 33-м году в суде с обсобой обстановкой, вот там есть карта у нас, и у вас, если посмотрите ваши материалы, значит, бригада была передислацирована во Владивосток, Приморье, и занималась там обустройством и развитием железных дорог Приморья. В 34-м году весь особый дальневосточный корпус, особый корпус, был передислоцирован на Дальний Восток. У него ходили значит, первая, вторая, третья, четвертая, бригада и пятая бригада, все они были там. работали по всему Дальнему Востоку, в том числе по проектированию и изысканию бамовских участков на Дальнем Востоке. В 341-м году, в марте месяце, в соответствии с постановлением Народного комиссариата обороны, четвертая, пятая и, соответственно, наша бригада были передислоцированы на Западную Украину. Корпус сам пришел во Львов и в составе Юго-Западного фронта на Украине начали действовать и встретили 22-е июня. Бригада была в Проскурове, это нынешний Кмельницкий, в составе 12-й общевойсковой армии. Вместе эвакуировали имущество, плоды, население, заводы, фабрики, заграждали железные дороги, участки отступало, участвовало в Киевской обороне Киева. Затем 5-го, это есть предложено, пожалуйста, следующее, пожалуйста, славяйте, 5-го, отставить, можно? Значит, 5-го августа была телеграмма замначальника оперативного управления генерального штаба о том, что бригада выводится из подчинения Юго-Западного фронта и поступает в распоряжение резервной армии, армии резервного фронта, который находился в районе Брянска. Вот с этого момента участвуют битлии за Москву, а затем восстановление железных дорог и подвижение наших частей за нашими частями на Запад. Затем 3-й Белорусский фронт мы дошли, наши предшественники пришли, брали Кёнигсберг, за что в мае 45-го года приказом Верховного Главнокомандующего 15-го мая она была удостоена почетного именования Кёнигсбергского. А 28-го мая за то, что участвовали во взятии ИЛАУ, бригада была награждена орденом Александра Невского. Но в это время уже части бригады следовали на восток. Место её дислокации было определено директивой Генштаба ещё в феврале для того, чтобы восстанавливать и обеспечивать эксплуатацию железных дорог Транссиба в связи с тем, что после окончания войны должны были вооружённые силы СССР вступить в битву с милитаристской Японии. Задачи успешно выполнили, восстанавливали огромную работу вот здесь проведены цифры, товарищи, огромные работы в годы войны под огнём противника восстановили 2932 километра железнодорожных путей в годы войны. 45 станций, 179 больших и средних мостов. Это огромный труд. За период 1945-1975 года, пока бригада находилась в Омске, занималась вот Транссибом, целинными дорогами и в Дель-Ор, Кабакан-Тайшет, то есть всё то, что строилось в Сибири, тоже огромный вклад. На более чем 120 миллионов рублей выполнена была работа, это в Тельце огромная. И соответственно электрифицировано большое 980 километров железных дорог, по Транссибу уложено, 1280 километров железнодорожного полотна, 1428 комплектов стрелок, построено, 78,4 тысячи квадратных метров жилья. Огромный вклад наших предшественников, да и нас, вот кто здесь присутствует, здесь есть ветераны, которые занимались вот в этот период времени, там, в районе Омска, банк, абсолютное большинство здесь присутствующих, прошли банк, и даже многие неоднократно повторяются. Затем, в 900, конец 85-86 год, бригада переносла на Алтай, Кемеровскую область, и там тоже большая задача выполнена была практически нашим личным составом. Главная железная дорога Мерец Средне-Сибирская во многом была почти построена, почти разведена, но перемены в стране и третий выход с Сибири сюда в европейскую часть оказался не нужен, потому что страна, новые государства появились, а это выход через Казахстан. И сейчас там говорят прекрасная автодорожная автодорога, современная, на тех местах, где мы с вами строили железную дорогу Мерец Средне-Сибирской. Я уже говорил вам, товарищи, что да, награды и почетные номинования. Бригада ордена Александра Невского, Кенигсбергска, сама. Второй эксплуатационный полк, когда я вам там говорил, что он был в составе бригады, в годы войны он рожден был орденом Красной Звезды. А в послевоенное время, когда бригада вновь перенесла цель в Омск, 81-й путевой батальон пошел в ее состав, он в годы войны был награжден орденом Красной Вознамени. Герой Советского Союза Виктор Петрович Мирошниченко в 76-м батальоне путевом, командир которого присутствует здесь послевоенная или в 70-е годы, присутствует здесь у нас. Значит, командир нашей бригады, фронтовик питерский комбат, Дугин Алексей Семенович, здесь под Ленинградом участвовалось в строительстве дороги жизни, вот о которой сейчас здесь говорил Вадим Сергеевич, герой социалистического труда. Его сменил после войны генерал, последующим тогда полковник Шалва Николаевич Жижелашвили. Завершил свой путь начальником штаба железнодорожных войск. Значит, майор Вейсман, командир 32-го мостового батальона в составе нашей бригады получил звание герой социалистического труда. Завершил свой путь заместителем начальника штаба железнодорожных войск генерал-майор командир 81-го путевого ордена Красного Знамени батальона тогда подполковник Кернарский Абрам Менделеевич командиром бригады гвардейской завершил свой путь. первый ну путевец так будем рядовой но первый герой социалистического труда Казахстана Асаинов был тоже фактически нашим однополчанином орденами медалями за годы войны 935 человек бам у 63 офицера орденами 1270 солдат медалей огромные заслуги бригады но она завершила свой путь после передислокации на Алтай была официально 1 декабря 2009 года расформирована вот поступили масса пока мы готовили встречу масса предложений в целях сохранения истории соединения его боевых трудовых традиций воспитания на них новых поколений военных железнодорожников податайствовать перед начальником главного управления железнодорожных войск министерством обороны да наверное перед президентом потому что это его прерогатива о передаче боевого знамени ордена и почетного номинования нашей вот прославленной бригаде новому соединению которое формировалось кстати на нашей основе наших традиций 48 бригаде Омск когда мы уходили на банк бригада была сформирована там и тот же 81 путевой батальон остался и сейчас существует действует там из нашей бригады поэтому вот такое предложение есть поступила приветственная телеграмма я думаю тут объявят и такая поддержка ходатайства из Омска и из Барнаула таких же вот организаций наших ветеранских встреч которые происходят или будут еще происходить спасибо вам за то что вы откинулись на нашу просьбу что мы сегодня встретимся многие длительное время не видели друг друга кое-кто говорит даже и не узнают жизнь идет меняемся вот и я думаю что продолжится наша встреча и мы здесь будем с вами более тщательно общаться и продолжать традицию нашей славной бригады так дорогие друзья готовы готовы значит в нашу жизнь коллег клинились наше молодое пополнение наши прекрасные молодые люди кадетского корпуса который размещен здесь и они хотят сказать нам слова свои пожалуйста кто проходите пожалуйста сюда друзья отрибун отрибун уже мая товарищи генералы товарищи офицеры с 1932 по 2009 год первая отдельная ордена Александра Невского Кенигсбергская железнодорожная бригада самоотверженно служила отечеству демонстрируя во все времена образы мужества героинства и профессионализма опыт и практика полученные бригадой в годы великой отечественной войны явились основой дальнейшего преумножения героических традиций воинов-железнодорожников сразу после победы офицеры сержанты солдаты приняли активное участие в восстановлении реконструкции и строительстве новых стальных магистралей сегодня в день 85-летия бригады мы воспитанники Санкт-Петербургского кадетского военного корпуса желаем всем крепкого здоровья счастья и благополучия ну и теперь приветственная песня бригады 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 гбригады Субтитры подогнал «Симон» 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 Спасибо большое Это не только моя Это награда вот всех Всех-всех здесь присутствует Спасибо большое Слово предоставляется Командиру бригады Генерал-лейтенанту Виктору Александровичу Так оказалось, что я самый старый Ну, вы видели весь исторический путь бригады Конечно, он интересный Мое влияние в этот путь В продолжительности Ну, где-то около двух лет Может быть, полтора, год и семь, год и восемь месяцев До прибытия в первую бригаду Я, ну, довольно успешно работал в 35-м корпусе Три года начальник штаба Мегбата 30-го, четыре года командир Мегбата 135-го Матальян хороший был Занимал одно из ведущих мест в корпусе 35-м И мне предложили должность командира учебного полка Ну, так как я в этом полку, где мы находимся Лейтенантом, начинал службу То я с удовольствием согласился на эту должность И после семи лет на БАВе Уехал в Красноярск Принял должность командира полка И начали расстраиваться Строить полк Пол входил в подчинение 35-го корпуса Все было хорошо Вдруг пришло распоряжение готовить полк Передислокации в Ургал Так как скоро будут водные объекты И надо учебные полки держать Ближе к объектам БАВа Ну, как как 30-й полк Который здесь стоял Его угробили, мы уже видели Он стоял в Ургале тоже Передислоцировался и там потерялся Стал рабочим и потерялся Ну, как, он не потерялся Он потерялся как учебный А как рабочий Он хороший мостовой полк 30-й Хорошая, родословная у него была Но мне заявили, что этот полк будет учебный Поэтому я с таким хорошим настроением Перевез этот полк в Ургал На базе 358-го мостового батальона И капитально начали обустраиваться полк Стали капитальную казарму строить Пятиэтажную Капитальную столовую С хорошим погружением свай в вечную мерзлоту И, казалось бы, все хорошо Вдруг сделали А здесь события развивались Уже предпусковой комплекс был Один батальон сделали рабочий Ну, я понял, что звонок звенит После этого Остальные батальоны Учебные Один остался в Красноярске А два привезли Они здесь учились Ну, что значит учиться на БАМе Когда железная дорога проходит Пятидесяти метров Это понятно Командир корпуса вызвал и говорит Вот записки получать только от меня Прятать в сейф Никому не показывать Записка Выделить пятьдесят человек На такой-то участок Путевых комплекс Туда, туда, туда И начали дергать учебную часть полка Но Потом Вдруг Неожиданное предложение Я абсолютно не собирался Стать командиром Первой бригады Мне нужно было Поднимать полк Хорошая программа Хороший коллектив у меня был Офицеры очень хорошие Привезли из Красноярска Вдруг Предложили должность Командира бригады Романьяков Иван Иванович Это Очень сильный командир бригады И выдающийся руководитель Он Вы знаете Он две желтухи пережил И вот вторую желтуху Когда он болел Он находился в госпитале Мне Приказали Прибыть и принять бригаду Я На ТЭС отказался Без командира бригады Я не приеду Но Вы знаете Командир корпуса Генерал Юдин Ну Сильный волевой человек Генерал Шербинин В начале политоотдела Приказали И я прибыл Принимал бригаду Без командира Романьякова Конечно Это очень плохо Он Прибыл из госпиталя Позже Ну И начались Как раз Здесь вот и закрутился Наш пусковой комплекс Ургалов 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 Лонка Федькин ключ Вот до Федькиного ключа Круга Включитель Прислали 35 бригаду В помощь И вы Кто участвовал В этих событиях Знает Что очень напряженный Ритм работы был Очень напряженный Иван Иванович вышел из госпиталя Я считаю Что здесь кто-то сказал Что Иван Иванович Иван Иванович Нужно присвоить звание Героя соцтруда Он очень сильный был Командир бригады Один из лучших На всем протяжении БАМа Поверьте мне Я знаю и тот корпус И этот корпус Знаю И в том прослужил 7 лет И в этом 8 Всего 15 лет на БАМе Он прибыл из госпиталя Конечно Он был обижен Что Бригаду Начали передавать без него Я ему объяснил Всю ситуацию Ну он понял Что здесь Моей вины нет Мы ему Проводили его Тогда еще На постановление Ходило Что нельзя Напитками И так далее Мы в кафе В Волонке Знаете вы Хороший кафе Накрыли Стол Все Проводили его по-человечески На следующий день Он уезжает Ну и вот здесь Характерно бы Не хотел я говорить Но скажу Уезжает Ну пришел Последний ключ От сейфа дает Говорит вот Ключи от сейфа Получает Командует Забегает Валерий Иванович Началник политоотдела А он был Замполитом Или начальником Политоотдела Этой бригады И он кстати Должен был здесь быть Он много лет пробыл Более Более На этой бригаде И они С Романьковым Дружили Ну по какой-то причине Он не прибыл На проводы Ну прибыл Вот Иван Иванович Обнимой Поцелуй Вот так Это хорошо Что так все нормально Иван Иванович Вопрос задает Говорит Валерий Иванович Меня Где-то я слышал Орденом Ленина Наградили А у меня самолет Через три часа Пусть кто-нибудь Привезет орден В аэропорт Вот отношение К людям К командиру бригады Который Столько лет Послужил на банке Валерий Иванович Командиру Генерал Юдин Товарищ генерал Вертолет Иван Иванович Не может двигаться Ему трястись Тяжело После операции На цепочки Гертолет Вертолет прилетел Забрали Валерий Иванович Вышел Романников Вот видишь Как к людям Относится В орден Ленина Вручили командиру бригады И собрали всех Кто в корпусе играл В футбол В спортзале Построили И при них вручили В орден Ленина Я очень уважаю Ивана Ивановича И до сих пор думаю Что конечно Зря его отправили Он еще мог послужить И поработать И приступили К пусковому комплексу Потом Начались разговоры По дислокации бригады Конечно Спросили Когда у меня Ты поедешь С первой бригадой Варнаул Конечно Я там родился Это моя родина Болтайский край Я с удовольствием поеду С бригадой И начали по офицерам работать И здесь Очень интересная Ситуация произошла Ряд офицеров Отказались Уезжать с бама До этого все говорили Мы уедем Мы уедем Бам надоел На баме 10 лет А то вдруг отказались По какой-то причине Их рассматривали В таком порядке Как бы по желанию Оставляли Начали переводить С других бригад Офицеров Кого надо отправить Ну и не всех лучших Заместители Командира бригады Сразу здесь Начали переводиться Кто-то Говорит Я уволюсь Кто-то переводится И так далее То есть это неправильно Это ошибки У меня была Большая возможность Поговорить на эту тему Долго С начальником войск Генералом Макарсом Ему недавно Мы 90 лет У нас с ним Хорошее отношение И он признал Эти ошибки Что передислокацию Бригады Организовали Крайне плохо Зашевелились кадры А здесь другие Подсуетились На последний момент Передислокацией Бригады Всунули 150 Энурезников Вы знаете кто это такой Да? 150 человек Собрали со всех бригад И сюда Перевели Перевели Грузин Чеченцев Вот этих всех Которых был То есть кто батальоны Раньше держали В таком напряжении Их всех каким-то образом Отправили Пусковой комплекс Закончился 31 декабря Подписали акт О вводе участков Ургал в февральск Начальник дороги Подписал акт Сел в вертолет Улетел в тынду Я командир бригады Для этого не мог Оторваться вообще От того Чтобы как-то помочь Передислокацией А первая группа уехала С начальником тыла Который тоже был назначен Со стороны Не наш Не с первой бригады То есть он там С опер группой приехал Чужой Я здесь Не мог оторваться От пускового комплекса Никак Потому что здесь Вы знаете Какая была напряженка А теперь начали И 2 января 31 декабря Подписали 2 января Меня посадили в самолет И отправили в Барнаул В оперативную группу То есть я бригаду Не отправлял А этим заместителям Которые оставались И уходили Увольнялись Им было все равно И вот то что техника Которая была Что смогли Затаскивали Бульдозером Эскаватором Затолкали Эшелон грузили Офицеры дали команду Всем забрать семьи Я много раз говорил И на совещании Почему меня сняли Это с должности Меня с первой бригады Сняли Потому что я заявил Когда приехали На военный совет Что Нельзя семьи Брать с собой сразу Там разные были мнения Брать не брать Квартир нет Все Загрузили имущество Все У кого там что было За 10 лет на баме Накопил Загрузили Приехали сюда А где нет Общежитий нет Квартир нет Частный сектор Или где-то Как-то вталкивали Такие в общежитии Кое-где семьи Вот такая ситуация Была тяжелая На меня начали Косо смотреть Сюда приехал Здесь Оттуда Отправляю не я Отправляю От кого попало Что вы делаете Приезжает эшелон Выгружаем эшелон Стоят все побитые Грузины Чеченцы Там кого-то дорогой убили Кого-то задалили Восемь тропов Пока переехали Дислокация была Очень тяжелая Вот по этой причине Начальник войск Генерал Малобоев Это понимает И когда я им говорил Что вы делали Он говорит Но мы уже не могли Остановить Это уже когда пошло Уже пошло все И начали Залесово Пистеры Барнаул Вот В путевом батальоне Даже по-моему В незаконченный свинарник Семьи селились Я точно не помню В каком батальоне Ну некуда было селить На протпункте В управлении бригады Где сидел командир бригады С группой офицеров Семьи приходили И говорят Вот здесь мы сейчас будем жить Потому что негде жить с детьми Вот такое было Передислокация была Очень тяжелая А потом пошли Комиссии с войск Приезжает генерал Замначальника войск Я Командир бригады Экскурсовод Поедем в Залесово Этому генералу Нравится мед Залесовский Поехали А где медок Поехали к медок Завтрак обед Ужин делай Я как экскурсовод еду Там командир батальона Работает Щитовой фонд На укладочной Вооружается Уже до 3-4 Массовый Пошел Щитовой фонд Металла нет Приезжает Начальник тыла А где у топарышки Где давай Поедем рыбачить Вот уже майор Армянин один ждет Сейчас поедем рыбачить Товарищ говорит Да нам гвозди надо Нам щитовой фонд Надо собирать Нет поедем рыбачить Ну хорошо Хоть меня не брал на рыбалку Поехал рыбачить На 2-3 дня Приезжает Где гвозди Вот сейчас приедет В полвагоне В 10-м вагоне Приедет Вот такая картина была Конечно В это время Вот это вот Сочи Очень много И так как коллектив Разнородный Что хотел сказать Офицерам Может быть Кто-то не согласится Со мной Вот эшелон приходит Офицеры Пока свои семьи не увезут К солдатам не подходят Бросили Бросают Солдат Ну это можно понять Например Ты семьи выгружаешь В холодильник А куда тащить Квартиры то нет А сам начальник Войск приезжает Экскурсовод То есть Командир бригады Ведет к его Представителю правительства Алтая Завожек Говорит Да мы вам сейчас Вот построим То И уезжает Второй приезжает Тоже таким же Обещанием строит Третий строит А потом меня вызывают И говорят Слушай А эти вот генералы-то приезжали Обещали что для бригады Что-то построить А ничего не строят Я говорю Ну вы хоть квартир дайте Там у нас квартир то нет Там пока Ну две там дали квартиры Я говорю Да мы что-то не верим Войскам Что бригада приезжает Такая солидная сюда Как вот они говорят А ничего не делают Вот такие квартиры А потом А как это отправляет Первый корпус бригады Первый корпус Отправляет Лучу бригаду Я пытаюсь Цистерну бензина сюда Пригонять Мне лепят два несоответствия И по одной треть оклада Я сюда приехал А мне командир Корпуса Свердловского Говорит Здравия желаем У тебя два несоответствия И два раза по одной треть Я говорю Не рассчитывайте Ну потому что я отправил Цистерну бензина Для того чтобы Оперативная группа Здесь работала То есть вот Такая ситуация Очень сложная Четвертый корпус Вообще Внимание мало уделял Бригаде Мы говорят Пока вы все не переедете А мы все переехали И закончили глубокой весной Мы вас принимать не будем И помогать не будем Вот такая картина Ну как-то отрицатели К нам относились Вот герои прибыли Спама прибыли Вы все себе в грудь бьете Что вы там бам строили А вам здесь не И вот такой разговор Направили на нас комиссию Глава Бога Двадцать человек Приезжают Приезжают Да К генералу Он в машину самой садится Я говорю Товарищ генерал Сели в кабинет с ним Идет чистейшая подстава Вот подставляет корпус От себя Четвертый Отставляется Что он не хочет Бригаду первую принимать И хотят сделать Все ему рассказал А те отправили нас вот так А я вот сижу здесь Как заложник Не там не могу повлиять Не здесь ничего Поедем Я говорю Ну послушал Не слушал И что делать Я говорю В баню поедем Товарищ генерал А полковники с нашего управления Что в баню Да ты что Да мы тебя спорти А куда ехать Приехали в баню Попарились Выходим Стол накрыт Ну что Водку будем пить Они Все Ну мы тебя Згнобим Ну Згнобите Вот так Они поняли Комиссию Они отнеслись к нам по-человечески Говорят Да мы понимаем Вот что Я говорю Меня снимают С должности Я ухожу Мне вот командиром бригады В набережной силы Я еду Ничего Как-нибудь поднимусь На этом Разговор закончили То есть Я что хочу сказать Может быть я шумбурно говорю Тяжелейшее время вот это прошло Вот до этого Вернее после этого Я уже прошел Ну разные должности И одной командир бригады И Замкомандира корпуса Командиром корпуса Ну вот голова Все время Сверлить порноуг Вот столько Ошибок совершили Войска Отправляя Бригаду Неорганизованно Не подготовив Базу Без квартир И несмотря на это Все равно Все равно Бригада Двигалась Вот как сейчас Сколько я разговаривал С теми кто остался Я быстро прошел Вот этот Героический участок Полтора года Следующий вот сидит у нас Товарищ Сейчас он расскажет Как он эту историю Проходил Но все равно Жизнь Она все равно Думаешь Офицеры-то остались Они переживали Они добивались Этих квартир Бригада-то хорошая Нет, поломали бригаду Все Уничтожили И сейчас Вот то что обращение Вот это я двумя руками Поддерживаю Конечно надо Историю бригады Такой знаменитой Такой родословной Надо держать Ну А мы Вот некоторые Может быть сейчас Кухня такая она Сложная То что я вам рассказал Это еще Так сказать Все поверхностно Верхушка Верхушка Айсберга Поэтому Очень тяжелая Была история Вот наша Прибытие В Барнаул сюда А как производство Наладили Ведь понимаете Меня просто выгоняли Я пришел Товарищи Мы счетовой фонд Навалили горы Надо все Все казармы построить Все здания Столовые Все надо построить А вы делаете плавно И пишите На Мехбар 600 тысяч кубов Я всю жизнь В Мехбаре послушал 600 тысяч кубов Да это неподъемно Нельзя Не давай Давай Ну конечно Таких казусов А? Перепоказ Казусов было много Вот например В Чувашпайе Меопат там 6-й Меопат у нас стоял Украли Солдаты Залезли В ферму там И украли Канадскую сперму Для осеменения Крупно-раду скота И идем Смотрим там Разбираемся Подходит Председатель колхоза Дорогой командир Ну вот Сперму в Канаде За доллары мы покупали Украли и выпили Ну что делать Вот построите Вместо этого Загон-то скатать Вот мы Загон-то скатаем Там Строили А как трубы начали Укладывать Мостовой батальон На Баме как? Больфотно было? Развались Везде там деревья вали А там нет И нам башни И штрафы выкладывали А мы все бульдозили Мы все поразвалили там То есть было очень много сложностей Ну люди выдержали Я хотел бы вот В пользу сказать всем Спасибо что конечно Я как командир бригады Ну не смог Все сделать Для того чтобы бригада Нормально переехала Ну вы поймите Там были жирновы Там были жирновы Вот крутили вот так вот И если вы вот видели Как я разговаривал с начальником войск Когда едем в Пестеры Там один гибель Пока приезжаем В поезд едем Там 2-3 часа до Кемерово Там еще одного нашли И третьего нашли Съедем разбираться с одним А там три гибели А Тарадин командир корпуса Дайте трубку С вами начальный поезд Начальный поезд Тарадин говорит Тот Здесь 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 Дайте трубку Начальный поезд говорит Да я тебя с грязи вытащил там Намаривая в Зейске Ты намаривая Потом в Зейске сидел В этой миллионной ВМК по поезд в грязи Да я из тебя человека сел И начал он меня вот это Ну воспитывать Я не выдерживаю А вы что сделали с бригадой Вы угробили бригаду А Тарадин стоит командир корпуса Прекрати, прекрати Меня уволят у тебя Да пусть увольняют Вы что наделали Вы как бригаду посылаете Вот такой разговор Вот такие разговоры Неоднократные И на таких ножах Вот за этот кусочек Пока бригада Федерина подборная Поэтому Извините, простите Что было не так Мы старались Как Как получилось Если есть вопросы Аплодисменты Аплодисменты У меня Виктор Александрович У меня большая просьба Вот наверное От всего коллектива И Мы Дали Ивана Ивановича сюда Да Дали сюда Значит Он награжден памятной медалью 100 лет со дня рождения Первого начальника Галбомстроя Мохарта Мы хотели ему Вручить Здесь Он обрадуется что ли Мохарта Мы Будем Просить это сделать Одним из нашего коллектива И соответствующих начальников Сделать это У вас там Аплодисменты 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 Браво ваше Вот у меня есть такие Четыре награды Я бы хотел Хотел вручить их Тем офицерам Которые работали По какой-то причине Одну там Награду У Зюганова брал Другую У меня такие есть Другую У ветеранов наших Вот подарили Гайдак Иван Васильевич С кем мы Напарно служим Давай надо Подержись Захромал Захромал Пересидел Так Седыш Сергей Леонидович Аплодисменты Аплодисменты Мы здесь Мы здесь Поработали В охране Элементранцы Спасибо Вежурн России Элементранцы Аплодисменты Ну и здесь От Зюганова Черкасова Александр Алексеевич Старая медаль Не узнал я Васильева Он в комсомоле работал Старый комсомолец Вот отсюда Найти он до этих пор Ивану Скударь Паликарьевич Благодарю нам С ним досталось Когда телеграмму, вот он принес нам 31 декабря перед дислокацией, когда уже сидели. Новый год встречали. А потом, когда в партийное заскание объявляли, он мне характеристику написал. Вместе получили. Получили вместе? Получили вместе. В четвертом корпусе. И вместе заходили на парткомиссию. Так, дорогие друзья, продолжаем нашу работу. Значит, у нас пришло, ну не все прибыли. Вот есть такой Васильев, подполковник. Высветите, пожалуйста. Он прислал нам, ну, электронкой, сердечно поздравляю участников торжественной встречи, всех ветеранов по случаю. Идеть хочу. Погналы дровить. На совместную службу нашей первой Кенигберской Ордена Александра Невского Железнодорожной Бережи. И пожелать Вам всем доброго здоровья. Поздравить наших женщин, которые тоже трудились с Вами, выполняя свой также трудовой долг. В нашем строю. Дорогие друзья, правильно было сказано Валентином Васильевичем, что вместе с нами трудились обоих наши жены, дети. Были вместе с нами, они переносили все трудности нашей армейской службы. И вот я бы хотел, чтобы от старейшин, как ее называют старшиной женского коллектива, выступила здесь жена командира части, зампотеха нашей бригады. Пожалуйста, к нам сюда, скажите несколько слов. Это из тех, кто одним из первых прибыли на Ванну. Кто обустраивал там еще в 75-м году бригаду, которые люди... Вот, что туда, чтобы потихонечка не спешат. Вот. А мы вот поцелуемся еще не один раз. Здесь вот много говорили, значит, про службу, про работу, про трудности. Я хотела просто поздравить вас с вашим юбилеем от всех женщин. Много, много. Еще будет потом. От всех жертв. Потому что за каждым из вас стоит ваш верный тык, который вас оперегает, который вас любит, поддерживает и старается во всем вам помогать. Поэтому будьте здоровы, живите долго-долго, старайтесь долго жить, нам из вас очень плохо. И вот как тут у меня племянница со мной живет, правильно говорят, когда приехали, вот они болтались, им дали комнату, разделили эту комнату простынями и так жили. Так что мужья были на трассах, а жены сегодня старались. Поэтому всем вам большого здоровья, благополучия, всем вам благ, живите долго и здоровья. Спасибо большое. Дорогие друзья, здесь вот нашим женам посвящено, посвящено вот такая. Вот вы можете увидеть, вы кто в добром баллонке, и своих поразбористов, и песня. 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 Ещё на варенье Скоро под покой, Скоро под никого, Только вы живой. Только вы домой Над своим боями. Только вас, Только вы меня, Скоро под твой мощь, Посудите сами, Служба ведь не власть, Только ревностно. Жёлтый офицер, Но можно ждать никогда, Проглядая эти битвы, Всех урыжён. Жёлтый офицер, Ненавидят в поле, Кажется, я на ответ, Я насижена. Жёлтый офицер, Кажется, спокойный, Но у них на этом счёт своё война. А по зналым, Кажется, лучше без цель, Борит, как в рот, И облицает, И в рот, И за рет, И в рот, 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 Только вы поспали немного, Завтрадает я я готов, Слово раскрытие и уделяя тьму, И утром, 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 и утром. Завтрадает я, утром, и 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 утром. Добро пожаловать на наш канал! Я председатель ШУИ. Я очень рад, что все мы сегодня собрались, чтобы посмотреть друг на друга и вспомнить те славные трудовые усвержения нашей прославленной бригады. И хотя ее сегодня нет, но есть мы и есть наша память. И пока будем мы, память будет жизнь и бригада. Я всего своего сердца чистосердечно поздравляю вас с этим юбилеем и желаю всем вам крепкого здоровья, семейного благополучия и мирного нам всем неба. А я хоть так буду сегодня с вами. Добрый день! Повторите, кто выступал? И, кстати, вам, вот в пакетах, там целый диск есть. Там порядка 30 песен, записанных данным автором, исполнителем, композитором, с тем человеком, кто писал эти слова, кто был на баме, его дух. Мы ее споем сегодня обязательно. А мы споем еще. Да, мы ее споем. Дорогие, дорогие друзья, у нас время потихонечку движется-движется. Я готов заставлять слово всем, но у нас еще будет там запланирована вторая часть, да? И там тоже будет возможность выставаться и так далее. Значит, седые мужчины, песня будет. Сейчас мы, дорогие друзья, у нас офицеры выстрелы, но среди нас есть и те, кто служил два года, кто служил солдатом. Там, у нас. И на Баре, и на Алтай. И я вот предоставляю слово одному из многочисленной нашей армии, которые все тягажды и лишения, как командир говорил, перед дислокацией, в том числе, переносили с нами. Олег, не веряю. Ледовой 205-го подолена механизации водитель, а ныне протеерей нашей православной черты, настоятельного волоносства здесь. Господа офицеры, дорогие друзья, вот он. Мне очень приятно присутствовать здесь. И действительно нас всех объединяют железнодорожные войска и непосредственно Байкал-Амурский магистрат. Два слова скажу себе. Я призвался в армию в 1985 году, в третьем курсе духовного семинара на Калининградской, тогда еще. И сразу попал на БАМ. Поэтому вот эти названия, Бургалчик, Домы, Налон, Молдовстрой, и прочее, прочее, конечно, как и для вас, так что, для меня это близкие, даже в какой-то степени родные места. Вот. И в 1985 год у меня прошел на БАМе, хоть я послужил меньше года, но как бы достал период окончания таких БАМовских работ и как раз о том, что говорил вот товарищ Камбрик. Была переслокация истерии. Вот. Он рассказал о тех трудностях как-то так наверху. А я все это проходил как раз снизу. То есть я как раз был одним из первых, кто обживал территорию воинской части. То есть на БАМе я начинал в 44-м батальоне, потом был в 2-й батальон в Задесском. И тогда первая часть батальона пересосовалась уже в истерии. Я благодаря своему земляку стал сам инструктором. Потому что все, так сказать, приехали. Практически некому было обслуживать санчасти. Вот. И уже потом последним шалоном уже вся воинская часть. То есть батальон уже приехал. С ним уехал и я. И уже в пистерях у нас был командир госман. Я там продолжал свою службу. Вначале я был тоже санкс-структором. потом меня перевели на машину. Я возил с ампатистом батальона майора Кудовицкого. Вот. И еще одна личность, еще один офицер. Я думаю, что вы его тоже должны знать, помнить. Александр Алексеевич Иванов. Он увольнялся майором. к сожалению, он не смог сегодня быть. Чисто по производственным делам. Он живет в Арань-Бауме. И для меня вот так сложилось, что служба в армии явилась не только каким-то двухгодичным эпизодом моей жизни, а в общем-то продолжение следует. То есть вот этот шлейф, он, так сказать, всю жизнь. А именно с Александром Алексеевичем Ивановым мы уже познакомились в пистерях. Мы подружились сразу. Мы общались. Вот я познакомился с своей семьей. Вот. И потом, когда после окончания отлива на сверслужбы, я вернулся сюда, продолжал учиться. А вот стал настоятелем собора Михаила, что он самим таком не знал. Вот. И в итоге, в общем-то, не только мы были с ним друзья, мы еще с ним породнились. Это такой, можно сказать, вот есть военный роман, а это такой военный роман. Впоследствии его старший сын жмился на моей младшей сестре. Это очень такая длинная история, вообще неправдоподобная. Так случилось, вот, мы теперь родственники с ним, общаемся с ним очень часто, и он очень хотел здесь быть, присутствовать сегодня. Вот, всем передает большое поздравление, большой привет. вот, ну и хотел такой тоже рассказать эпизод небольшой, опять же возвращаясь к тем трудностям на писелях, вот, то, с чего мы начинали, скажем так, то, что вот видел рядовой солдат. когда мы приехали в конце года, 85-го года, были уже построены палатки, была построена кухня, вот, ну, кухня назвать ее было сложно, это, в общем-то, был такой длящатый сарай, вот, и в каких условиях мы начинали, потом уже был модуль, было все шикарно, отопление, было все все, ну, а с чего мы начинали, значит, для примера, у нас был нарядчик, там, называется, вот, анатонистическая картошка, вот, воды нет, воду привозил водоворство, и вот, как-то один раз я попал в этот наряд, до того, то есть, села, забыли, срубили, привезли, значит, самосал привозит бурю, картофель, естественно, там вся грязи, черная, на улице Маркус, ну, вы знаете, там, да, зиму там, мусорова достаточно, вот, наряды выделятся нож и перчатка, чтобы они там уки не отморозили, и стоит бак, с водой, вот, солдат, ну, я, присутствовал сам, начинай, чистить картошку, вот, ты ее почистил, в этих грязных рукавицах, как сказать, все через, буквально, там, вторая картошка, уже там не поймешь, где она очищена, где она очищена, вот, насколько влага, дефицит, и, конечно, и, сразу, и, конечно, котел, и, конечно, сразу на кухню. Вот у нас пюре было, такого пепельного цвета, капуста. Я считаю, что, вы знаете, у нас не было, я не помню, что кто-то болел, что-то, знаете, проблемы в желудке, позвонил, позвонил, а вот, и еще, значит, тоже, такой случай был интересный, я, у вас этого в армии, мне был 21 год, поэтому, разница между 18-летними, и очень много ощущалось, вот, и, в батальоне был, какой-то, строевой смотр, песня, и все пели там, как обычно, то ли Катюшу, то ли День Победы, вот, но я только был на своих затенях, и я предложил спеть песню, истинно, Ивана Сечкина, про песню, про Марусю, которая там ждет, слезы в нее, вот, в общем, в общем, народа ему там, значит, вспомнить слова, там, как там, сцепили, вот, ну, поскольку я предложил, я, так сказать, и был солистом, вот, мы, значит, прошли, все, там, даже, помню, победили, так сказать, вот, ну, праздничный обед, но и, разошлись по казаху, и, группу, значит, меня вызывает штаб. А из бригады приехал подполковник из СССР, а, я его не помню, я не знаю, ну, вот, ему интересно было увидеть, как он вырос от живого семинариста, вот, этот, помертик, я спорюс, и мы с ним пообщались, 62, говорили о церкви, о ревизе, в общем, у тебя, собственно, все очень было так, достаточно дружелюбно, вот, и, под конец, он неизначно говорит, ну, вот, сынок, если там тебя кто-то видит, да, сразу, то есть, там, не отпрашивался, сразу ко мне в бригады, вот, и мы, значит, там разберемся, и я благодарил, говорю, ну, я надеюсь, что мне не понадобится эта услуга, резок был, и я вообще, честно говоря, думаю, что она не понадобится, она понадобится, на самом деле, а сначала следующее, под дебель, значит, меня посадили на автобус «Карс», я развозил жен, офицеров, детей, по всем там объектам, кого в часть, кого в школу, кого в детский сад, там, и все. Вот. И, когда я приезжал из школы за детьми, какой-то день у них был последний, последний урок труда. Они там не хотели подделки, вот, и когда они приходили, заходили ко мне в автобус, они почему-то все эти подделки дали мне, в целую пачку, там, вот, ну, а мне их куда собирать, там, вот, я их развешивал в автобусе, у меня был такой небольшой полаган на колесах, что-то висело там все, вот, и как-то, значит, я никогда не ходил на построение, ну, когда уже всегда был на автобусе, вот, и как-то, значит, ну, сослуживец сказал, что вот облад, значит, проехался по тебе, там, перед построением, вот, перед батальонами, в общем, там, на мяну яху, как-то сейчас говорят, что он, вот, устроил там балаган в автобусе и так далее, так далее, ну, в принципе, ладно, очень, и, как-то, я проглотил и забыл, вот, ну, а уже когда, когда солдат уже подъебил, уже там, ну, плюс, выше генерала, так сказать, вот он, вольская часть, вот, и как-то, значит, вдруг, я не помню, сейчас вот, обстоятельство, значит, я, мы знали, что амбар, он был майором, он, кстати, опять получить вторую звезду, полковником, вот, ну, и, как-то, значит, вот, я сказал, что младшему какому-то лейтенанту, нашим, нашим полком, вот, что не стоит так поступать, вот, не стоит, вот, потому, что, в определенном случае, так сказать, я, если кто-то пожаловаться, вот, ну, будет неприятность, сказал, я и забыл, по большому счету, но, спустя некоторое время, комбат изменил ко мне отношения, все было хорошо, но, я сначала думал понять, с чем это связано было, потом, значит, все-таки, я с комным путанцем, вот, но, тем не менее, в общем-то, у меня, в какой-то степени, все равно там с тела, я уехал, не весной, как я призывался, а в этом, потому что летом, не вывязался, вот, но, тем не менее, я хочу сказать, в общем-то, трудности армии, это такие явкие воспоминания, и когда мы собираемся, мы всегда, может быть, с часами разговариваем, говорим, что, вот, в этом, в этих днях службы, вот, и когда, я вернулся, в Масляре, мы, я закончил семинарии, с, 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 вот, разговариваем, я, всех поздравляю, всех поздравляем, аггризаторов этого мероприятия, вот, желаю, кстати, всем долго, долгих лет, вот, кстати, вот, сколько, я, в основном, в котором я служил, была была бы уся, это храм Сидина Сангетона, храмы, лев-квардии, Волгызского полка, который, вообще-то, по этой концепции, вот, поэтому, всех приглашаю, Я предлагаю командиру бригады Анатолию Михайловичу несколько слов. И, соответственно, еще один командир бригады у нас здесь. Следующий. Не обязаны, да? Ну да, я частным визитом с управлением. Не, ну частный визит, но командир бригады. Спасибо, что вы, уважаемые президенты, которые арестуются. Сослуживцы, начальством военной и строительской конференции. Рад вас приветствовать. Сослуживцы, которые я поздравляю. Передаю массу, массу поздравления. Текстослуживцы, которые я по фамилии назову. Леонид Матвеевич, очень хорошо, который пел песню. Мы живем с ним в одном подъезде. Ивана Васильевича Шаранова. Михаила Васильевича Сорокина. Михаила Хафанасьевича Лесняка. Василия Андреевича Детняка. Геннадий Ивановича Алыбова. И многие-многие другие, с которыми, может, я не так тесно поддерживаю отношения там у нас. И вот здесь выступал Азарнов. 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 Может быть, он помнит фамилию такой Воловик Анатолий Петрович. Где-то в 1963 году служил командиром. Я с ним боржу. Простил передать им. Ну, здесь, во-первых, я 21-й, насколько я посчитал, из 29-ти командировки. Из 30-ти. Из 30-ти. Я 21-й, это большинский номер. Вот не дотянул Мукрэй. Он был в Азарнов. Он эмоционально выступал, эмоционально говорил. Вот такое оказалось, что досталось мне. Я где-то в начале июня этого года. Я понес на 4-ю бригаду, в Гипкун. Туда меня усиленно тянул покойный генерал Галяков. Мы с ним были достаточно доверительные отношения. Мы не дружили. А вот такая рисковая дружба, он дружал. Я его уволил. И все было до Центра Тудайка. В одно прекрасное время. Он где-то там, в 12 часов ночи, мне звонили откуда-то из Каверогеноша. Что-то облом туда-то, что-то, чего-то где-то. Люди говорят, типа, там, давай, держись. Ну, у меня сил не хватает, что-то, и такой разговор. И тут, как снег на голову, я туда. А Виктор Алексеевич, уже когда, так сказать, вопрос состоялся, с другом поедрится, верно с начальнием, тяжело держать. Два на свете, давай, 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 иди, как снег на голову, вылетай, такой, ащен был, а сначала хотел оказывать в корпусе вперед, тебя там ждут вообще задачи, тяжело было. Я даже и не отбывал свое убытие с 37-й бригадой. А для этого я напомню, кто не знает, был начальником штаба 137-го батальона механизации, допустим, в академии 75-го вот такого комбата Галагана Юрия Степановича, там, или санкции передавать, или он, в лоховице сожрет. А потом принял 37-й бультовой батальон Владимира Петровановича Нестеренко, царство его небесное. Это в начале штаба 37-й бригады, и вот, так сказать, в 86-м году я в срочном порядке прилетаю Камаровск, там, где полчаса держат рейсовый самолет, везут на машине по аэродрому, в трапу, на волосе смотрят, кто такой, что за подполковным, сажают последний ряд и отправляют. Все, там жду, прилетаю, тишина. Кузнецчики поют, работа красивая, жизнь, я лечу, смотрю, околки, поля такие, жизнь, ну вот театр, кинотеатр, вот вырвался кто-то с этих, с 205-й выемки, или с какой-то другой миллион туда. Ну, звоню Виктору Александровичу, он обалдел, как, откуда, только разговаривали, сказал, что не отпускаем там какие-то проблемы. И, сначала мы, Анатолий, по рекам, переключался на машине, ну и так далее, закрутилось все это хозяйство. Что театр, когда бригаду курировали два генерала, которые менялись, это генерал Орылов Николай Яковлевич и Виктор Тимофеевич Володой. Оба, так сказать, ушли в мертвую ночь, в вечную память. И они по две недели, так сказать, помогали решать все эти вопросы. Я не буду останавливаться, да, ну, можно говорить, что каждый день будут за шесть, как в 2-м батальоне, или будут за три. Ну, тяжелые были времена, ЧП каждый день, то два, то три, то один, то какие-то мешки на складе вскрыли, там труп лежит, как помню, Ледового Мусенина уже полусгнивший, тяжелая-тяжелая-тяжелая была обстановка, ну, конечно, не будет ни кашки обжигать. Значит, я прокомандовал порядка долго, около двух лет, это 9-9 пиццов, не все получалось, конечно. Я хотел бы подтвердить и то, что отношение к дистанции корпуса, было нефти такое. Анатолий Иванович Парадин такой, он живет в Киеве, кстати, уже здоров, встречаемся иногда, был командиром корпуса. И такие вопросы не задашь, тоже вот такой пример такой, вы там кожаный пальто, вы там с машинами, вы там заработали, вы там жировали и прочее, прочее. Я даже помню такой момент, когда мы уже первые кубы начали давать, уже где-то через месяц благодаря Михаилу Александровичу Лесникул план пошел строительный монтаж, без работы. Значит, вопрос, надо же падать уже, вопрос на перспективу, укладка и так далее, нас уже делали, после полутора лет. Верунка, надо же падать, хочешь полтонник. Вон на меня там эти зубные брани такие сильные, езжаю в черту, отправляю людей, там такой-то, такой-то забот и все. Ну, мы немножко были сбалованными, там, централизованы, сборочную базу, все шло, я даже этот момент не знал, и, понимая, как он у меня был, пришлось туда формировать. Я хочу, что еще сказать. Конечно, все ужасы, которые были, всех командиров по имену я практически кокну, здесь вот Борис Борисович где-то присутствует. Многие не приехали, я все-таки хотел в адрес Викторе Санчево сказать большую благодарность. Даже вот я, когда получилось так, что я здесь одна книга вижу, а куда-то стоит писать из книгок. У нас не только было 700 месяцев, я в 6 книжек написал, 5 из них о бане, но они с огорячей образ, так сказать. Я написал, когда собираюсь в интернераде, но высказать, что это, когда я принял, туда он рассказал, что он был полк один, а он принимал тогда. Виктор Александрович, не смотря на то, что орвался уже в мадережном центре, аж пищал, только уехать от этих тех ужасов. Он не ехал, мы с ним проехали по совхозам, по горхозам, мы поочередно вместе встречались с первым секретом Крайкомом Папе Кустик, я по мою фамилию запомнил, Край с полком, Городской совет, Городской совет по Каме, по Каме, по Паме. Он плавно передал, и я уже владел обстановкой, и все. И когда буквально на 3 недели только в команду прилетает Макарцин с группой захвата, 38 офицеров расстреляют, это вот снять, залпом управлять, ну пошла эта иерархия, я единственное мог спасти только Сорокина, благодаря что нам брошили, только как уговорили, и Миша оставили, не называли Афина Стамеева, не были побилилизовать, уже на душевке, рванная, рано слилется, не получилось. Что дальше, после того как я, после двух лет уже потом ушел в корпус, там за начальником вставил корпус, потом уехал на начальником оперативного отдела второго корпуса, это уже 90-й год был, потом он прогнозовал уже и дорожные войска Украины, и потом меня полком уговаривали, я пошел на полковский фрагмент, 6 лет, когда он был в Вольдейской фрагменте, 98-й год, по званию Вадьи полковного отставки, он ушел, и работник начал в сфере нашего министерства предсообщения, это Укрзависница называется. В настоящее время я уже третий год являюсь председателем Совета Ассоциаций ветеранов войны и труда, железнодорожников Украины. 230 тысяч штыков, для них уже заставок, из них еще 19 тысяч на неподкредитационной территории, подчеркиваю, политические вопросы не будем поднимать. Украина большая, заботы катает, занимаемся оздоровлением ветеранов, кроме того, что они там оздоравливают за себя на дорогах, происходит это порядка 4 тысяч в год оздоравливает центральный санаторий, как это Хмель, Александр Трусканцы Боголя, на родине Терпы, в Кулбеке и Хмель. Вот такие четыре души. В этом плане, конечно, они не благодаря, так сказать, моему вопросу, нашей руководству, значит, нашей руководительницы, как сейчас она, публичное акционирование товарщества, эти вопросы лежат. Ну вот, грант и такой доклад, учитывая то, что, или участие моё в нашей конференции, я хотел бы от имени, от своего имени, я какие-то грамоты изготовил, и первая грамота в честь, в день восемьдесят пятой годовщины законформирования первого дня Ордена Александра Невского Киньсбергской Железнодорожной войны награды и наградить вас, уважаемый Шабанов Александр Михайлович, уделением соединения. Как представитель Всероссийского совета ветеранов, реализованных войск, вы много делаете для объединения ветеранского движения, военных железнодорожников на постсоветском пространстве, и, в частности, для ветеранов Железнодорожных войск в Украине. Желаю крепкого здоровья, успехов, благополучия, благородных делей, мирного дневного народа, экс-командиру и прочие подписи ЕСК. Прошу вас. Я вам сказал, как глава в Ветеранском движении, и чтобы вы знали, что мы детство рушим каждый год. Я, например, встретил в Украину два года назад, мне три года назад, на научно-конференцию тоже большую, Европетров. Я был на 35-летие бригады одной, другой бригады. Ну и, скажем так, наша гвардейская бригада, где был начальником штаба, и 26-й бригада тоже был начальником штаба бригады. Скоро, она тоже. Ирик Берн, как и на Александра Мерсова. Нет, Суворова. Ирик Берн. А, и 26-й бригады. Да, 26-й бригады. Поэтому что? Ну а встречаемся в Беларуси часто. Да. Встречаем, не только не побывали. Беларусы нас встречают очень хорошо. Депропетровцы, киевляне встречают очень хорошо. Ну, я думаю, что все, что... Если будем говорить о большой политике, но я говорю, что наши ветераны настолько твердые и любящие. Во-первых, все связано с БАМ. История, потому что выросли от лейтенантов до полковников. Кто-то оказался потом на Украине, но дружит. Вот. Постоянные звонки. Постоянные звонки. Постоянные звонки. Постоянные приезжают люди. Днепропетровска. Ну и, соответственно, с Киевом. Харьков. Харьков вообще. И вот я вспоминаю, как когда ехал, люди пришли к Баконом. Пришли к Баконом. Мы общались. Но только вот... Все-таки они. Они родные. Они любят. Нас любят. И передают вам привет. Вот я, скажем, в Тибетках разговаривал, который был раньше. Передал. Приветствовать. И давайте приветствовать. Поэтому, помните, сегодня приехал поздравить. Спасибо. Я хочу вручить в Москве, может, как-то перед Игорь Ивана Ивановича Романькова. Чайки, пива Рыбкала, Секретаринбурга. Это тоже наши все сослуживцы. Спасибо. Кроме того, значит, уважаемый протеерей, Олег Едеряненко. Прошу. Мы знаем про вас. Я весь интернет перекрутил. Мы на этом месте не служили, но вместе подъявим под Молицарство. Мы прекрасно не знаем. Спасибо, что встретили меня по-другому. Аплодисменты. 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 Он тоже наговорил. Войска. Да, войска. Тимофея Анатольевна Васильевна. С вашим бомблением. Виктор Бири. Александр Васильевича Касал. Я поднялся. Спасибо вам, Александр Викторович. Спасибо вам, Александр Викторович. Спасибо вам, Александр Викторович. Спасибо. Спасибо. Спасибо, что раз приветствую вас, уважаемые друзья, сослуживцы. Спасибо. 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 что вы сегодня нашли. Встрече. Встрече. И еще раз поздравляю. От имени. Командование. Раз. Второе. Презапросил передать. И низко поклониться. И извиниться. И отдал. Что так не будет. Точно высказывание. Это начальник войск. Генерал полковник. Макарцев. Михаил Константинов. Просил передать. Наилучшее. Пожелание. И. Я горжусь. Что. Офицеры. Эта бригада. Выполняя. Труднейшие задачи. Славили бригаду. И войска. На БАМе. И. В честью вышли. И. Победителям вышли. Из этой трудной ситуации. И. Просил извинения. Перед командирами бригады. И. Кому приходилось. Трудности испытывать. За. Ту ситуацию. Которую была создана. Привединиться. Я даже. До сих пор вспоминаю. Когда-то у нас было. Одно происшествие. Я первый в барьере. И. Бригады идут. Так. Нас подняли. А потом. Когда-то докладывают. Чайка. Начальник штаба. И. Докладывают. Сколько у вас происшествий. Он говорит. А адмокат говорит. Как. Каждый день. Прошел. 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 Просто так. Думаю что. Наверное все таки. Прощали. И знали что. Благодаря нам. Вы выросли. Вы выросли. Ха-ха-ха. Нас снимают. А мы крепчаем. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ха-ха-ха. Показания изложат для того, чтобы, если вы поддерживаете, а тут было высказано много, всем, чтобы мы обратились к руководству и Центральному Совету, и Командованию войск, и Министерству обороны и высоты. Наверное, тут каждый прочитает время у нас, а затем фотографирование здесь в клубе возложения цветов и цветы, вот согласно. Всего распорядка, дорогие друзья, дорогие однополчане, спасибо вам за замечательные эмоциональные выступления. Спасибо за историю нашей бригады, которую вы создавали, которую вы поддерживаете. В красной нитью во всех выступлениях проходило сохранение памяти бригады и создание ветеранского коллектива, ветеранского отделения, первой отдельной железнодорожной бригады. И подготовлено у нас обращение к министру обороны Российской Федерации, генералу армии Шойгу. Я вас убедительно прошу, в конце обращения поставить свои подписи, звание, фамилия, имя, отчество и подпись. Вот данные по обращению. И второе предложение. Запускай. И второе, это решение военной исторической конференции. Я очень коротко. Ходотайствовать перед командованием военного института ЖДВ и ВАЗО и военной академии материально-технического обеспечения об издании сборника материалов данной военно-исторической конференции. Образовать межрегиональную общественную организацию ветеранов-однополчан, первый отдельный орден Александра Невского и Неспирской бригады. Утвердить устав межрегиональной общественной организации ветеранов-однополчан, он уже создан, этот устав. Сформировать совет ветеранов-однополчан в Санкт-Петербургском регионе в составе семи человек. И есть такое, поступило такое предложение. Эти семь человек, это участники, активные участники Координационного совета по подготовке юбилейных мероприятий. Поручить совету ветеранов-однополчан, первой ОЖДБР, зарегистрировать устав в региональном органе Министерства юстиции, организовать работу с ветеранами соединения в соответствии с его требованиями, в тесном взаимодействии с Советом ветеранов-железнодорожных войсков. И последнее. Податайствовать мерят начальником военной академии ФДО имени генерала армии Крулева о выделении в помещении в 8-м военном городке для организации работы Совета ветеранов-однополчан. Первой ОЖДБР. Есть предложение на голосование? Я думаю, что за данный проект, вложенный проект, решение нашего форума прошу. Нет возражения? Нет. Все согласны. Нет против никого? Все. Тогда принимайте. Спасибо. Спасибо вам, товарищи, дорогие мои. Вот целая большая группа награждены самыми большими и разными наградами. Значит, первое. Здесь большое количество баунцев. Я попрошу Виктору Александровичу от имени министра транспорта России вручить награды. Ясно. Значит, награды вручили. 40 лет баунцев. Гончаренко, Бранислав. Бранислава, секретчаса. Лучше. Донецкий. Все хорошо. Спасибо. Гуляй. Сидюхин. Вадим. Полковник. 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 Осторожно. Осторожно. Личинский Генрих Александрович Левит Константин, но будет получать его наши БАМОВСКИЕ Это Левит Константин наш, однополчанин и его супруга Два И его дочь Раньше как в БАМНАК, то есть здесь не служил, приезжаешь в БАМНАК, а с Кваском подъезжаешь, а дети в ногу бегают А это, говорит, БАТА, а это автобата, а это на столовой батареон, то есть наши солдаты А это Ломкин, где-то наши Везде детей делали Студенитин Видать? Гайдан Ну что делать? Он хромает Угреев Почетный За что? Смотрите, кто бы знал, знал за что Верно 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 Подходить на воспитание молодого поколения и устава забота в пропаганде БВИ, с разными традициями дорожных войск В честь восемьдесят летия, Беганин Анатолий Владимирович Николаев Анатолий Владимирович Николаев Верно Верно Сосед средний Верно Вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот-вот Спасибо, Владимир Владимирович, за работу. Это от начальника войска, теперь центрального совета. Ершов Николаевич, где-то здесь. Ордарчук, Анна. Мещеряков. Лоновцев. Владимир Владимирович, Владимир Владимирович. Где? Сюда, сюда. Владимир Владимирович. Вот, вот, сзади меня. Написано достойно, думаю, работает. Шевченко, Григорий. Спасибо. Вратов. Владимир Владимирович, спасибо вам. До трудно еще. Пятых, дальше. Игорь Владимирович, спасибо вам. Семь. Максимов. Максимов. Левин. Константин. Получается. Получается. Кулябин. Кольцов. 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 Вот, вот, вот. Вот. Так, вот. Журак. На и так? Гаевский Баженев Барзов Баранок, Юрий, где-то был здесь Семенов Щебуняев Сидоренко Генчук Генчук Альбикан. Блинчинск, Личинск. Назарова. Назарова. Азарова. Смейте, Владимир Владимирович. И где? Людмила. Олег. Владимир Владимирович. Александр. Гончаренко. Рива Александровна, следующее. Привет, товарищи. В продолжение наград и выдача. Значит, есть еще такая медаль. Такая медаль 100 лет похорного начальника главного строя. Значит, награждаются двое. Виктор Александрович Угреев. Разрешите вручить. Вот все говорили о том, что Ургал, Ургал, совет ветеранов действий. Так вот, прислали оттуда ветеран Убама. 21 год, который пробыл там. Разрешите вновь сыну вручить. Не приезжал хотя бы по объективным причинам. Еще один знак тоже от имени Рейхид. Товарищи ургальцев, а где? Да, Балкенчук. А, о-о-о-о! Тоже ургальский знак. Спасибо. Обменяйтесь. Так, дорогие друзья, у нас на сегодняшний день программа здесь завершена. Одеваемся, перебираемся в клуб, там фотографируемся и возлагаем цвет. Как пять поколений, наша организация была создана, как участник Великой Отечественной войны, потом поездной службой. Мы решили наградить ряд товарищей, тоже с наградами, с грамотами, в честь, значит, взаимодействия и продолжения наших родителей здесь в Санкт-Петербурге. Награждается грамотой парнии-полковник, подставки, Пинчук Анатолий Михайлович. Пинчук Анатолий Михайлович. Вот, отставил наши родители российские. Крым, Крым, Крым. Еще раз поздравим. Полковник, 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 полковник. Один Крым сдал, второй Крым. Вот он. Как живут драйвы. А-а-а! 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 А-а! А-а! А-а-а! Подполковник подставки! Воспитательный работник. 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 Продолжение следует... Продолжение следует...